Добрый день дорогие друзья! Морозный футбольный день в Москве и супер трансляция футбола на Первом канале. Последний матч, последний тур чемпионата России, в котором встречаются московские команды Локомотив и Спартак. Над стадионом Локомотив витает дух Лиги чемпионов, потому что помимо того, что сегодня определится обладатель серебряных медалей, еще будет разыграна и вторая от нашей страны путевка на этот престижнейший европейский турнир. Первую путевку в Лигу чемпионов уже завоевал вместе с золотым медалем ЦСКА, который сегодня на студене Динамо играет в Солании в это же время. Итак, Спартак Локомотив по 55 очков, но в сегодняшнем матче спартаковцев устраивает ничья. Почему? Потому что Спартак выиграл больше матчей по ходу чемпионата. У Спартака 16 побед, у Локомотива 14. И это следующий показатель после набранных очков. Сразу скажу, что судит сегодняшний матч, вы уже его видели на ваших экранах, 44-летний арбитр из Москвы Валентин Иванов, один из лучших наших арбитров, претендент на новый приз «Золотая мантия» лучшему арбитру страны, учрежденной газетой «Спортэкспресс». Ему помогают Тихон Калугин и Антон Аверьянов, тоже из Москвы. Резервный судья Михаил Веселовский. И «Москвич», инспектор матча Алексей Спирин. Составы команд. Московский «Спартак», сегодня «Спартак» в гостях. Протарь Вольцов-Ковалевский, 30-й номер, 13-й Мартин Яранок, 15-й Радославкович, 25-й Максим Калиниченко, 23-й Владимир Быстров, пока без сюрпризов, 7-й Денис Бояринцев, 9-й Егор Титов, 26-й Неманья Видич, 17-й Клименте Родригес, 5-й Адриан Йенчи и 19-й номер Фернандо Ковенаги. Вот единственный нападающий сегодня в составе московского «Спартака», главный тренер «Спартака» Александр Старков. На ваших экранах Валентин Иванов, болельщики московского «Локомотива». Как обычно, одна трибуна за воротами отдана болельщикам «Локомотива», другая – на вороты болельщикам «Спартака». Но состав «Локомотива» Сергей Овчинников, 1-й номер, 2-й Андрей Бикей, 7-й Марат Измайлов, 14-й Олег Пашинин, 16-й Вадим Гевсеев, 17-й Дмитрий Сенников, 10-й Дмитрий Лоськов, 28-й Дмитрий Коклов, 30-й Малхаз Асатьяне, под 55-м номером 19-летний Георгий Челидзе. Это сюрприз. И 63-й Дениар Белледдинов, главный тренер «Локомотива» Владимир Эштреков. Вот такие составы команд. Мне осталось только сказать до начала матча, что мой коллега по репортам сегодня Николай Писарев. Николай, и после того, как вы поприветствуйте наших телезрителей, и ваша оценка стартера состава. Добрый день. Ну, «Спартак» никаких сюрпризов, все, как и ожидалось. А «Локомотив», конечно, вот это замена нападающего. Ведь все писали и говорили, что, скорее всего, «Итальянец» играет впереди. Ну вот, молодой парень, у него шансы. Посмотрим, как он себя проявит. Плюс, конечно, Хохлов, ожидался Гуренко. Но это атакующий вариант «Локомотива», потому что «Локомотиву» нужна победа. Скорее всего, это обрагано. Посмотрим, как играет. Владимир Штреков на ваших экранах. Можно сказать, что сегодня на кону продолжение его тренерской карьеры в «Локомотиве». Но не факт. Может быть, даже при благоприятном исходе этого матча руководство «Локомотива» найдет замену «Штрекову». Но если уже «Локомотив» сыграет неудачно, тогда, увы, извините, Владимир Хозраилович. И его команда сразу же идет в атаку. Футболисты «Локомотива». Ворота «Локомотива» справа от нас с вами. Ворота «Овчинникова». И слева от нас с вами ворота «Вольцеха-Ковалевские». Аут вбрасывает «Спартак». Николай, вы уже сказали о том, что возможно было участие в сегодняшнем матче. Вот на этой позиции единственного нападающего не Георгия Челидзе, а, скорее всего, итальянца Франциско Рополо. Так вот, Франциско Рополо, как и еще один нападающий «Локомотива» Игорь Лебеденко в запасе. И давайте вот первый штрафной назначает Валентин Иванов в запасе у «Локомотива». 21-й номер, вратарь Алексей Поляков. И далее по номерам 3-й Дмитрий Круглов, 9-й Алексей Бугаев, 31-й Франциско Рополо, 33-й Игорь Лебеденко, 41-й Сергей Гуренко и 47-й Григорий Чиркин. Запасные «Спартака». Вратарь 46-й номер Алексей Зуев, 28-й Михайло Пьянович. Думали, что, может быть, он займет место единственного нападающего, но вот Старков отдал предпочтение Ковенаге, на котором Стартак продолжает делать ставку. Еще одно нарушение правил уже на другом фланге. Вот лежит на газоне сейчас Климента Родригес. И пробьют штрафной, это Бояринцев, и пробьют штрафной. Климент Родригес пробьет штрафной. Итак, 27-й номер в запасе также у «Спартака» Сергей Ковальчук, 8-й Дмитрий Оленчев, 18-й Дмитрий Парфенов, 2-й Юрий Ковтун, вся гвардия «Спартаковская» здесь собралась прям подряд, три фамилии, 11-й Александр Павленко. И вот уже атака, постепенно волна атаки накатывается на оборот Овчинникова. Правда, вот аут будет вбрасывать на футболиста Локомотива. И Штреков, понятно его волнение. Его команде нужно сегодня выигрывать. Я бы вообще сказал, что если бы задача ставилась на оборот, если бы Локомотив устраивала бы ничья, то можно было бы говорить о очень серьезном преимуществе Локомотива. Локомотив может сыграть на ноль, может сыграть на ничью с хорошей защитой. И 13 ничьих в этом чемпионате, из них 9 со счетом 0-0. Овчинников в 19 матчах отстоял на ноль. Но сегодня другая задача. Локомотиву нужно выигрывать, значит идти вперед. А вот если Локомотив первым забьет, вот тогда будет непростая задача уже у «Спартака». Локомотив забьет и встанет в оборону. Но, как вы сказали Николай, совершенно верно, Локомотивы сегодня, в сравнении с предыдущими играми, атакующий вариант. Но это атака «Спартака». Ну вот первый более-менее такой опасный полумомент. Дошли до штрафной футболиста. Очень-то довольно-таки сумбурно началась игра. Но и по-другому трудно было ожидать. Потому что какое напряжение и волнение предшествовало этому матчу, какой ажиотаж он, конечно, передался игрокам. И сейчас на поле, конечно, какими опытными игроками они не были, все равно первые минуты, такая разведка боем, прощупывают друг друга соперники. И такой небольшой сумбур. Мяч не задерживается ни одной командой. Это нормально. Сейчас через 5-10 минут освоятся игроки, и мы увидим что-то более-менее осмысленное, как команду с каким вышли. Но вот «Спартак» не отсиживается в обороне. Но как пример сумбура, вот видите, такой проход, вот и действительно такой странный, немножко дерганный какой-то проход Бояринцева и удар в никуда. Захлёстывают эмоции на первых минутах. Захлёстывают эмоции и переполненный почти 30-тысячный стадион «Локомотив». Билеты как никогда рано начали продавать на этот матч, за 10 дней до начала игры, и были распроданы в одночасье. Виктор, вот глядя на эту атмосферу, на этот стадион, на эту игру, на ажиотаж, на все, что происходит, можно сказать, что мы не футбольная страна? По этому матчу нет. Можно сказать по неким другим вещам, например, по игре недавней нашей молодёжной сборной. Вот здесь как-то приходят в голову такие мысли. По крайней мере, наши клубы делают своё дело и на международной арене, и внутри страны. Чемпионат очень интересный. Николай, чтобы сразу закончить разговор о грустном, скажу в связи с фигурой арбитра сегодняшнего матча. Перед этой игрой за несколько дней раздались два телефонных звонка в квартире Валентина Иванова. Ему угрожали, угрожали ему, его семье. И требование угрожавших было такое. Откажись от работы на сегодняшнем матче. Валентин Иванов вышел на это поле. Конечно, обеспечены все меры безопасности. Вчера во время юбилея, празднования юбилея Николая Константина Ивановича Бескова, 85-летия, я разговаривал с Валентином Ивановым, старшим. И Валентин Казмич сказал, что он очень беспокоен в этой ситуации, вот с его сыном, и надеется, что все пройдет нормально. Мы тоже на это надеемся. Потому что такие вещи тоже, так сказать, не красят нас, говоря о том, что футбольная или не футбольная мы страна. Ну, трудно комментировать это. Это дело компетентных органов. Но такое происходит и в Европе. Вы же слышали инциденты с немецким арбитром. Но я уверен, что Иванов не дрогнет. Единственное, конечно, этот пресс ответственности будет заставлять его совершать, может быть, поспешные какие-то решения. Но я уверен, что квалификация ему позволит отсудить без ошибок. Тем временем Беллидинов навешивает на ворота. Прыгал Хохлов. В столкновении с Родригесом пытался пробить. И вот уже такой выстрел справа фланга, подключившегося в атаку Евсеева, мимо ворот. И Евсеев возвращается на свою половину поля. Но неплохой проход увидели довольно удачное взаимодействие в центре Измайлова и Ласькова. Ласьков вроде бы оправился от травмы. В предыдущей игре он вышел, по-моему, на последние 15 минут и выглядел очень неплохо. Измайлов тоже хорош. И вот подача Беллидинова и попытка удара Хохлова. И удар, правда, мимо Евсеева. Он хорошо убирал под себя и попадя в дальний угол, было бы красиво было. Насыщенная очень средняя линия у обоих команд. И поэтому мяч не держится. Не держится. И какой-то рисунка игры мы не видим пока. Сейчас, внимание, Видич головой отбросил мяч назад Ковалевский, потому что его атаковал, как вот в этом эпизоде, 55-й номер Георгий Челидзе. Ему 19 лет только-только исполнилось. Вот в октябре сыграл пока что всего один матч в составе Локомотива этот нападающий. Но сегодня очень большая ответственность на нем лежит. Повторяю, он единственный форвард. Но рядом с ним, конечно, Токлов. Здесь же Ласьков чуть-чуть в стороне. Измайлов, Беллидинов его поддерживают. Но, повторяю, номинальный нападающий он один, Челидзе. А это Беллидинов на ваших экранах. Действительно не так ярко он выглядит, как, скажем, в середине чемпионата. Но сегодня вообще матч. Я бы так сказал, отдельно стоящий. Можно говорить о том, что Спартак на ходу. Локомотив не очень. Но сегодня все начинается сначала. Все началось как бы сначала со стартом свистком Валентина Иванова. Будет угловой, потому что от своего мяч ушел за линию ворот. Первый угловой в сегодняшнем матче. Очень напряженная и нервная игра. Ответственность, конечно, за результат немножко давит на игроков. Трибуны подгоняют. Боковой арбитр что-то показал Валентину Иванову. Он просит убрать... Что такое? Элемент клубной символики. Да, шарф висит слишком близко к штанге, почти на линии ворот. И на это указал главному арбитру помощник. Овчинников убрал чуть подальше. Шарф. Левченко подает. Рикошет. Можно засчитать голевой момент. Если дотянулся сейчас Быстров. Можно засчитать, особенно в матче, о котором многие говорят, что здесь все может решить один единственный гол. Да, тогда это голевой момент действительно попадает в эту категорию. Быстров, который, конечно же, ну, последний раз о грустном должен реабилитировать себя. Хотя бы частично за то, что он сделал с ребятами в матче нашей молодежной сборной с датчанами. Вот Быстров на правом фланге, но его атакует Ласьков, подкрался сзади и выбил ваут. Быстров бросает. Сейчас они не поняли друг друга. Но вот до этого был момент, что Ковенаги пошел в отбор в подкате. Это говорит о том, что очень серьезно настроен аргентинец. Нечасто его увидишь в отборе. Настроен серьезно, хотя в этом сезоне, но нельзя сказать, что он себя как-то хорошо зарекомендовал ставить Спартака. Хотя в первом матче, помните матч первого круга с Локомотивом, это, видите, лежит травмированный, увы, Измайлов. Игрок очень подверженный травмам. Нет, видишь, здесь все видит. И подстраховал партнеров. Так вот, Ковенаги забил потрясающий гол в вороте Локомотива. Помните, в первом круге Локомотив выиграл 2-1, но удар Ковенаги был фантастическим. Мало чем аналогичным он еще проявился в этом чемпионате. Был один красивый гол ударом через себя, да. Но, тем не менее, в него верят, за него заплатили большие деньги. Больше того, руководство Спартака говорит, что на будущем сезоне мы вообще игру будем всю строить под Ковенаги. Виктор, будем надеяться, что этот год акклиматизационный для аргентинца. Есть у нас примерно того же Баркомонта, который первый свой год в Москве ничем себя не проявил. Макар Баалью тоже, ну, не так это было вопиюще, скажем так, но тоже не бог без какой первый сезон. Ну, будем надеяться, молодой парень проявит себя и ребята ему помогут. Опытный тот же Егор, Дима Парфонов. В Спартаке всегда это было, приходили новые ребята и если играет команда, то они безболезненно выливаются в состав и помогают. Ну, сейчас Пельниченко бросил такой передачи в штрафную Родригеса, но пас назад Родригеса был неточным. Он был правильным по мысли, так под удар тем, кто подкатывался вторым темпом к воротам Овчинникова, но если бы только передача была поточнее. Вот уже Родригес сам в направлении боярица, бояринцев пропускает Ковенаги, Ковенаги перебрасывает через защитников, здесь никого нет. Но надо еще, конечно же, сказать о тех, кого нет сегодня на поле и вообще, почему сегодня Ковенаги-то появился здесь на газоне в роли единственного нападающего. Дисквилицировал Павлюченко. А ни много, ни мало в интервью представить нападение Спартака без Павлюченко. Вот такая оценка опыта у Спартака. Можно сказать, это потеря, конечно. Это потеря для Спартака. Это забивной форвард, к которому мы уже привыкли в команде и какие-то связи наигранные. Ну, также Моцарт большая потеря. Моцарт большая потеря, травма колена. Но вот будет ли потеря уже в этом матче в составе Локомотива? Дело в том, что поле покинул Марат Измайлов. Сейчас поле покинул Марат Измайлов. Раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь. Да, что-то... Кто-то, видимо, раздевает. Кто-то сейчас, да, готовится выйти на поле. Очень жалко. Опять травма у Измайлова. Что это такое? Вот Николай, ну, с точки зрения Лебеденко, вот, готовится выйти на поле. Второй нападающий. Такое, получается, неизбежное усиление атаки Локомотива. Хотя, в общем, естественно, Измайлов тоже вышел как атакующий игрок в этом составе. И вот, видите, что-то показывает Ласьков Юрий Семин на ваших экранах. Теперь уже тренер московского Динамо. Вот такие крутые повороты судьбы экс-тренера Локомотива, экс-тренера нашей национальной сборной. Как Измайлов? Ну, что, чем это объяснить? Это потеря для Локомотива. Ну, и, скорее всего, это недолеченные. Вопрос это к штабу врачевому Локомотива. Что с ним происходит? Почему все время он вылетает? Но мы напомним, что Локомотив-то уже потерял и Сычева, и Мамина. Вот совсем недавно тоже травма Каньенда тоже не может выйти по этой же причине на поле. Самедов не играет подговоренность между двумя клубами. Вот Быстров, Быстров подстраховал Пашинин. И Бекей в прыжке играет головой. Из-под ног у Титова Бильдегин сбивает мяч, но Титов снова играет в пас Калиниченко. Калиниченко налево Бояренцеву и потеря. Бекей отдает Ласькову. Ласьков видит рванувшегося вперед Чилидзе, но пас слишком сильный и, может быть, Дуту даже Сычев бы не догнал. Да нет, там и не надо было отдавать. Там защитники Спартака контролировали все. И, скорее, надо было придержать мяч. Понятно, что вот несколько игроков и Локомотива отсутствуют из-за травм, но два, скажем так, отсутствия странных Самедов по договоренности между клубами, потому что он перешел из Спартака, ну и что? Не совсем понятно эти договоренности. И Лима отсутствует по семейным обстоятельствам. Он вот в этот момент он улетел в Италию. Должен был вернуться, но не вернулся. Вот хороший момент. Хороший момент. От Калиниченко делал передачу в направлении Ковенаги. Не докрутил. Не докрутил, но и вовремя вышел Овчинников. Да, вот отсутствие Лима, конечно, опять же вопрос к руководству. Говоря о том, что он был там в семейном обстоятельстве, в Италии уладил все, но он должен был вернуться. Вот анализируя середину поля Локомотива, того же Хохлова-Ласькова, я предвижу проблемы с выходом из обороны в атаку, потому что оба игрока не очень скоростные. Вот опасный момент. Титов, прекрасная передача Бояринцу. Бояринцев обыгрывает Пашинина, бьет и попадает. Просто-таки, вы знаете, попадает в ногу Асатиани. Он спас. Я считаю, он сейчас спас. И Бояринцев все делал правильно. Убрал под себя. Но думаю, что мог сыграть и получше Бояринцев в этой ситуации. Потоньше. Все закончилось всего лишь угловым. Лебеденко тем временем выходит на поле, чтобы составить тандем нападающих Георгию Чилидзе. Очень долго в меньшинстве играет Локомотив. Как-то... Да не были готовы к такой быстрой травме. Хотя, имея в составе Измайлова, нужно быть готовым ко всему. 5 минут играть в меньшинстве, это, конечно, вот и возник этот момент. Бояринцев поборолся с двумя. Сейчас, как уже Бояринцев был в меньшинстве в этой борьбе с защитниками с игроками Локомотива. Это не было никаких нюансов, Виктор. Вот не готова команда к замене. 5 минут в меньшинстве, можно уже 0-1 было гореть. Вполне Бояринцев мог забить. Совершенно с вами согласен. Мы видели, как хромает Измайлов, сел он на скамейку запасных. Пашинин выбивает мяч из штрафной. А как обыграл Пашинина легко на замахе Бояринцев? Если бы не Асатиани. Это уже Евсеев. Его атакуют Бояринцев, Евсеев отдает Бикею. Родригес бросился на Бикея, потерял свою позицию. Воспользоваться этим Лебеденко. Сейчас Хохлов. Но туда далеко не добьет. Да, не просто будет сейчас одному форварду Локомотива Чилидзе. Вот такой плотный опек. Если не будет помощи. Лебеденко. Ну вот он должен быть постоянно рядом играть. И как-то немножко перестроить должен в середине Локомотив игру. Большие надежды связывались с Лебеденко. Вообще он должен был не просто составить такой заменой Сычева, а составить тандем форвардов с Сычевым. Тем более, когда Сычева травмировали, очень большие надежды на него возлагали. Но вот видите, не оправдывает пока что. Я вижу, что Лебеденко вышел не играть не центрального нападающего, а как раз на место получается, что так он в общем занял место действительно на правом фланге. Хотя нельзя говорить, что Измайлов так встал на правом фланге и там начал игру. Мы видели его и в центре его взаимодействие с Ласьковым, и на левом фланге. И я даже, по-моему, даже не на правом фланге он получил свою травму. Лебеденко навешивает. Но вот это, по-моему, не его. Это не его, да. Вот это не его, но надо исходить из ситуации. А вот повтор момента. Вот смотрим. Так, Бояринцев, ну, Пашинин легко дал себя обыграть. И вот бить, бить в угол. Но он пробил, пробил, в общем-то, по центру. Да. Надо было попасть между ног Ассетяне попробовать. И тогда для Овчинникова была бы большая проблема. А закрутить в дальний угол? Это очень высокое мастерство. Можно было Бояринцев сразу на карандаш в Ювентус или в Барселону. Ну, а на карандаше, правда, не у Ювентуса, Барселоны, но у целого ряда клубов, включая Манчестер, там Милан, Фиорентину, Ливерпуль. Неманя Виннич, между прочим. 7 миллионов евро его стоимость. Я сказал об этом, потому что сейчас он так начинал атаку Спартака. И вот пас в направлении Челидзе. Челидзе сложно противостоять, так что получается пока что он постоянно оказывается в борьбе с Лидичем и Виннич его опережает. Это очень сильный центральный защитник. Это сильнейший защитник в нашем чемпионате центральном, я считаю. Поэтому неудивительно. Он игрок сборной. Едет на чемпионат мира, между прочим. Неудивительно. То, что ведущие клубы хотят его до чемпионата мира как-то, потому что, возможно, после чемпионата... Ой-ой-ой-ой! Лебеденка! Вот это момент. Сейчас Родригес, я вообще не понял, что он делает. Ну, вообще, многие говорят о том, что Родригес вообще не защитник. Он игрок атаки. Вот сейчас продемонстрировал. Ну, скорее всего, от него больше пользы, да. Как дал себя обыграть. Сейчас просто не понятно. Мы Пашинина перед этим ругали, а что сравнивать эпизод с Пашининым, с этим эпизодом, с Родригесом. Гораздо легче все было для Лебеденко. И вот, игрок атаки. Он сейчас подключится. Нет, нет. Он остался сзади. Там бился. Ильниченко. Вот Родригес. Опять вот из-под него выцарапали мяч. Ну, вот едва ли не первое касание мяча Челидзе. И он получает мяч. Но видите, как. Проиграл корпус. Корпус проиграл, да. Видич. Мощный, прекрасный. Прекрасный. Ну, кстати, знаете что? Вот он едет на чемпионат мира. Но сейчас его вызывали в сборную. Там была у них серия таких подготовительных товарищеских матчей. Но Видич не поехал. Позвонил тренеру, сказал, у меня очень важный матч за Спартак. Прошу меня освободить. Кстати, то же самое сделал Стиане по отношению к своей сборной Грузии. И плюс такая позиция непоколебимая сборная, что может себе позволить. Да. Поэтому клубы... И вот смотрите, момент еще раз. Белядинов хороший пас такой подрезкой. Родригес вообще сначала потерял позицию. Он промахнулся мим мяча. И, конечно... Просто подарил его момент. Да. Ковалевский вышел вовремя. Здесь не знаю, можно ли упрекать здесь Лебеденко. Очень здорово Ковалевский сыграл. Ну вот дали проявить. Родригес дал проявить Ковалевский. Титов изящно оставляет мяч. Калиниченко можно, можно было так просунуть этот мяч Ковенаги, но вот не получилось. Ну не думаю, что правильно делает Спартак, пытаясь через середину опять. У них же хорошие фланги быстрого бояринцев. Вот сейчас вот бояринцев разводил руками. Не знаю, на мой взгляд, было бы правильно полностью использовать фланги. Да, но пока что, смотрите, Николай, пока что работает на всю катушку левый фланг, хотя мяч сейчас справа, работает связка Родригес-бояринцев, а справа Быстров одна атака, только была. Быстров селит в середину, все пытается за счет обводки через середину. Ну, когда он ловит кураж, у него это удается. В отличие от сборной, от молодежной, в клубе он четко понимает, что делать, и есть какие-то установки. Тоже касается и остальных игроков молодежки. Я, честно говоря, говорят, для меня был удивительный поступок, как Инфеева, Жиркова. Я такого не видел, конечно, за свой клуб, за ЦСКА. Во многих международных матчах я такого не видел. Но это объясняется чем? Что люди, выходя на поле в клубах, знают, что делать. И они хорошо вооружены и тактически, и молодежку их просто бросили безоружных за Родину умирать. Вот они и умерли. Не нашелся дядька, который должен был указать на все это. Хотя это не снимает, конечно, вины. Ну, нельзя их обвинять во всех грехах. Они не дети, они не дети все-таки. Их нельзя обвинять во всех грехах. Да, но еще повтор того момента, когда спас свою команду польский вратарь Войцарь Ковалевский. Ну вот, кстати говоря, о правом фланге. Почему бокал не действует? Еще и потому, что, конечно же, Яранок, правый защитник Спартака, не так поддерживает Быстрого, как Родригес поддерживает Бояринцева. Яранок пока не идет... У Яранка и все в порядке сзади. С его фланга. Да, за то. Вот. Снова, снова обыграли. В общем, пока мы разговариваем о молодежной сборной, еще одну детскую ошибку совершил Родригес. Просто упустил мяч вау. Вот тут и надо решить, что больше для команды пользы он сделает впереди, или же может сзади и что-то не портачит. Белядинов получил мяч от Лоскова. Лосков ждет обратной передачи. Мяч получает Челидзе, падает штрафной. О, вот шутка. Лоскович не фалил и четко фиксирует отсутствие нарушения Валентина Грибанова. Он был рядом, да, все ему было видно. А вот Яранок, нет, не идет вперед, он предпочитает отдать назад. Яранок опытный, защитник. Он реально понимает, что сейчас не надо суетиться. Спартакову темп нормальный, не надо нагнетать. Вот передачу делал сейчас Румын Йенчи, пятый номер, Адриан Йенчи. Сейчас он играет в паре с Видичем, Видич с мячом. Йенчи игрок в сборной Румынии. И я слышал, что очень впечатлила его игра, тренера Спартака Александра Старкова, игра его в матче в сборной Румынии против команды Кот Дивуара. Йенчи там неплохо сыграл, эта команда проиграла Румынии. Сбор Румынии 1-2. Вот повтор этого момента. Ну, давайте посмотрим. Видите? Нет, нет, нет. Поставил ногу. Если, если с большой натяжкой, может быть, можно, говорите, попасть в игру и там, но, значит, свободный. Но это нужно, но даже этого не было. Даже этого не было, я согласен. Вот. Так вот, Йенчи играл с командой Кот Дивуара и сыграл очень здорово, и об этом рассказали Александру Старкову. Йенчи не просто сыграл на своей позиции защитника хорошо, но и забил мяч там. Ну, вот сейчас темп немножко упал, и это, скорее всего, Спартак сделал. Чуть-чуть подержал мяч. И Спартаку сейчас выгодно сбить темп и вытащить локомотив на свою половину, чтобы провести контракт. Ну, и локомотив не спешит. Реально понимая, что еще не время для такого штурма основательного. Поэтому пока еще такая выжидающая игра со стороны локомотива. Ну, посмотрим, хватит ли у Спартака терпения не поддаться и не побежать вперед, забивать гол. Все-таки Спартак всегда был атакующей командой, несмотря на то, что Старков, мы знаем, может являться мастером оборонительной постройки оборонительной игры. Сборная Латвии он это показывал на раз. Ну, вот, Николай, Спартак ваше времени никогда не играл на ничью. Сейчас, секундочку, посмотрим, чем это закончится. Бояринцев бьет рядом со штангой. Ну, в общем, Овчинников все контролировал. Спартак ваше времени никогда не играл на ничью. Сейчас Спартак ничья устраивает. Нынешний Спартак более прагматичная команда, на взгляд. Логут они сыграть на ничью. Думаю, да. Более прагматичная. Они больше подстраиваются под результат. Ну, трудно вообще заставить себя играть на результат, когда такая поддержка. Зрители гонят вперед и иногда просто захлестывают эмоции разум и по неволе бежут. Ну, это мои ощущения как игрока. Мне было тяжело. Тяжело. Переполненный стадион и как-то просто кто просто катать мяч, тянуть время это было для меня очень сложно. Ну, вот мне кажется, хотя можно говорить о неком прагматизме нового Спартака, а все-таки что в крови Спартакусов остается. Вот такое, что и сегодня им не позволяет. И я думаю, что сейчас потихоньку мы увидим, что ребята побегут вперед. Хотя, может быть, этого и не стоит делать. Хохлов переправляет между головой направо, явно ожидая, что там кто-то окажется на этом месте, но Евсеев был далеко с одной стороны, Лебеденко был далеко с другой. Знаете, как все четко делает? Видишь, отдал Енчи? Ну, очень плохая передача за Беденко. Взаимодействие не очень хорошее у игроков Локомотива. Не подстраиваются друг по другу. Мало адресов дает. не знаю, Ласьков считанное количество раз касался мяча. Надо больше, наверное, через своего лидера-диспетчера играть. Ну, вот Енчи снова сыграл. Кстати, рассказы о том матче Румыния-Код-Дивуар там, тем прочим, ведь Енчи еще не тренировал Дидье Дрогба из Челси и Дрогба заменили по ходу матча. Ассутиани, ассутиани, ох, какой, в общем, тонкий был пас. Лебеденко вот в этом эпизоде сместился, скажем так, на место Чилидзе, пришел в центр. Может быть, если бы немножко раньше начал рывок свой, но, правда, там была опасность в офсайд залезть. Немножко посмелее надо действовать, конечно, Чилидзе. Понятно, что молодой парень и такая ответственная игра, но, как бы я бы действовал, мне кажется, я бы искал бы мяч. В отборе бы и пришла бы уверенность. Ну, по-моему, у вас в первых же минут смутило уверенное Грабидича, хотя он должен был этого ждать, Чилидзе, естественно. Может быть, попробовать уйти в сторону Ираника или Кродригесу, что-то поменять. Ну, вот, может быть, сейчас он это и будет делать. Вы видели, как Лебеденко смесился в центр, может быть, тем самым выдавливая, тем самым Чилидзе на левый фланг. Посмотрим. Тем временем человек, который до этого не очень... А нет, это у нас Китов. Китов не очень смещался на край. Сейчас он сместился на край. И сюда же пришел Ковенаги. Против него Бекей и Ковенаги... Он мелковато немножко. Все это... Странный был сейчас эпизод. Такой был фильм. Он угловой хотел сделал. Да, угловой хотел сделал. Хочел попасть в ногу защитника. Да, Ро Поло. Бедный, задумчивый Ро Поло. Сидит. Ну, может быть, и он сегодня выйдет. Три нападающих, может быть, сыграет Эштреков. Посмотрим. Овчинников на ваших экранах. Я сказал, 19 таких матчах Овчинников в этом чемпионате. Вообще, его рекорд 20 таких матчей. И он был установлен в 2002 году. Ну что же, есть шанс сегодня. Вот чем хорош Лосков. Вот чем хорош Лосков. Вот сейчас была типична атака Локомотива времен, когда Локомотив был в порядке. Это игра на третьего через Лоскова, когда Сычев четко знал уже за секунду, как мяч попадал Лоскову, куда бежать. И он получал эти мячи. Вот опасный момент. Родригес очень неплохо сыграл. Успевает к этому мячу. не пошел. Отсюда очень хорошо было видно. Чуть-чуть не успел. Но связка-то имеет право на жизнь, да, Родригес Бояринцев? Вот посмотрите. Два таких лысовато-бретоголовая связка такая. еще один угловой. И тут уже пошли. Вот Видич оставил Челидзе своему напарнику Йенчи. И сам пошел. Видич у нас один из лучших в чемпионате по игре головой. Дола внизу здорово играет. Технично останавливает, делает передачи. Но сейчас посмотрим, как головой. Сколько раз мы увидим, когда не перебивается вот этот первый защитник. И как часто Локомотив прерывает такие передачи Астатьяне. Очень удачно располагается. Но здесь, в общем, вина подающего, конечно. Вы знаете, вот в таких угловых можно получить гол в свои ворота. Вы знаете, очень часто и против хороших команд, если правильно выйти, то это контратак и голевая. Поэтому это очень странно, что... Ну, против Чилидзе вот оставили одного защитника. Против Сычева оставили бы двоих, наверное. Быстров пока не очень заметен, согласитесь. Мелко через центр. Спартаковцы сами сужают себе пространство и натыкаются на плотность оборонного локомотива. Ну, смотрите, что делает. Видич просто молодец. Ну, да, он сейчас ошибся, но все равно съел пока. Все равно, да. Ну, что-то надо поменять Чилидзе. Нужно как-то искать мяч, попытаться его отбирать. Что-то надо поменять Чилидзе или надо поменять Чилидзе? это еще преждевременно. Да, вторая замена, конечно, на краны. Вот Сумбур. Сенников, Белединов. Череза ошибок. Очень-очень узкая. Не использует. Некогда поднять голову и посмотреть, что там творится. на противоположной стороне. То ли не успевают игроки, то ли не очень готовы. Клиниченко пробьет штрафной. Может очень хорошо подать. И, кстати, человек, который начинал эту атаку, Яранок, Чех, Мартин Яранок, он так здесь остался и пошел в штрафную Овчинникова. Клиниченко навешивает. Опасная срезка Хохова. Титов, вот как раз сейчас играл с Яраноком и передача не точная. Ну что, вот легкое резюме после 30 минут Спартак поинтереснее. Если бы не ошибка Радригеса, то, в общем-то, и так вспомнить. Да, Евсеева на первых минутах. Да, да. Территориальное преимущество у Спартака по владению мячом, я думаю, тоже не дадут нам никакую статистику. Ну вот, вы знаете, вот сейчас Ковач сыграет. Нет, прыгнул выше Ковача Хохов. Как вам вообще позиция Ковача? Ковач играет на месте Моцарта, опорного полузащитника. Вообще, сам Ковач во всех интервью говорит, что я вообще центральный защитник. Это непривычное место для меня, вот такого опорного полузащитника. А в этой игре очень такая важная фигура. Вот как он выглядит? Пока убедительный, не очень? Ну, вы знаете, пока что нормально. Мы уже видели его в этой роли в середине чемпионата. Ну, в общем-то, не от хорошей жизни, наверное. Конечно, Моцарт это его позиция. И Выздоров, скорее бы, он играл, будь он здоров. Хотя я бы не сказал, что Моцарт такой колоссальный какой-то первый пас, которым бы он начинал атаку, начинал бы оборону. Тоже здесь у меня есть кое-какие претензии к этому футболисту. Вот весь вопрос, как Локомотив себя будет проявлять. Какие они поставят задачи перед Спартаком и перед Ковачем. Пока что он совсем справляется. Особо и ничего не предлагает Локомотив. Было положение вне игры и у мяча Евсеев. Да, идет 32-я минута матча на стадионе Локомотив. Играют московские команды Локомотив и Спартак. Так вы смотрите прямую трансляцию Первого канала. И это игра за серебряные медали чемпионата России, поскольку команды набрали по 55 очков. В этой игре ничья устраивает московский Спартак и у Спартака больше побед одержанных по ходу чемпионата. Ну и на кону вторая путевка в Лигу чемпионов от России. Лосков подкатился под Калиниченко. Ну все было правильно. Мяч Игванов был рядом. Игванов был рядом, да. Не понял сейчас Сахов с лосков не пунили друг друга. Вот на третьего. Как-то пытаются спартаковцы перевести центр-атаки на правый фланг, хотя на левом вроде все неплохо получалось, но нужно наверное все-таки варьировать направление так, поэтому... Вы заметили, Евсеев практически не подключается к атакам после того, как начали сквозить там боярицев с Родригесом, но... Да, и мы в защите с ними справиться какие-то атаки. Хотя первый удар он нанес поворотом, который мы помним. Ну вот пока не очень заметен Билли Лединов. Я вообще вот, это мое мнение, очень много жду от этого игрока и не только больше, но уже сейчас на мой взгляд это один из самых одаренных наших молодых футболистов. Были у него хорошие матчи, помните, как он сыграл с Рапидом первый матч в Вене, вообще потрясающий. Правда скептики говорят, что там он играл в общем-то на чистых мячах и не такое было сопротивление со стороны защитников генского клуба, но тем не менее, и были у него прекрасные игры в этом сезоне, конечно же. Ну вот Егор. Ждет подкрепление, а там открывается и хорошо Ковенаги ушел в центр, увел защитников. Сейчас если голову поднимет и дальнего. Бояринцев, но нет, и наткнулся на пашине, на пашине. Он потерял скорость и пошел в облотку с места, но это неправильно. Кельниченко ждал передачи, врывая шкафную справу фланга. Ответ. Выцарапал мяч, как он? У Енчи. Здорово. Молодец. Здорово. Подстраховали друг друга спартаковский. Поставил плечо Енчи и прибежал Родригес. Вот здесь браво, конечно, Родригес. Вот у него большая скорость, и эта скорость позволила ему, в общем-то, чутье позволило ему. Ну что, неплохо Харкова сейчас разобрался. Не хватило только чуть-чуть завершения. Ну вот на средствах уже повеселее пошли. Да, такой период открытой игры у нас в этом матче. Титок. Я тогда сыграл за счет Бояринцев сейчас, Егор. Вот это спартаковские забегания, которые в середине 90-х приносили успех. А сейчас Ковач потерял мяч достаточно бездарно в борьбе с Бикеем. Был шанс у Локомотива. Немножко промедлил Лоськов. Что-то с Хохловым у них. Не очень, да. Не очень. Они неплохо начали взаимодействовать с Измайловым. Измайлова травмировали. Вот смотрим момент, Николай, вот повтор. Давайте посмотрим вместе с нашими телезрителями. Вот тот момент, за которого похвалили Хохлова. И последний момент он все-таки успел отдать Миском. Но подстраховали защитники хорошо спартаковские. Да, у Челидзе там шансов не было вдвоем. Поручше. У него здорово сыграли. Бояринцев бьет. Свалился мяч. Ну вот продолжу эту тему забеганий. То, что ты любит и получается у Егора, у Максима Калиниченко. Взаимодействие с крайними полузащитниками. Когда есть всегда вариант, забегающий за тебя полузащитник, дает сразу два варианта. Или отдать ему, или сыграть за счет него. И это ставит большие проблемы обороны соперников. Синников, а вы видите, прессингует... Не может зацепиться Челидзе ни за один мяч пока. Ни за один мяч. Видишь, что делает. И тут надо подсказать. Скорее всего, нужно подсказать ему опыт. И партнеры опытные должны подсказать, что он должен поменять. для уверенности нужно поменяться хотя бы, может быть, с Лебеденко сторонами. И Лебеденко попробовал бы против Видича сыграть. Ну, не знаю, какая установка там. Потому что пока никаких перспектив в атаке. Никаких. Если бы, может быть, немножко другим был бы Ласьков в лучшей своей форме, но поскольку этого нет, просто пока никаких перспектив не вижу. Или я по ошибке в защите Стартака там и вижу? Мне всегда нравилось взаимодействие Ласьков-Сычев. Как они друг друга хорошо чувствовали, вот, когда были оба готовы, хорошо. То есть, феноменальное взаимодействие. Длинный пас Ласькова на ход Сычева это было здорово. Ну, сейчас мы видели на ваших экранах одного из последних Московского локомотива. Это был Алексей Бугаев в шапочке. Ну, а его выходе на поле пока речи не идет, конечно же. Нарушение против Быстрова. Сколько же вот он для команды приносит штрафный? В этом плане очень полезный игрок. Ну, теперь вот слово Лениченко в борьбе с Охловом. Заработал этот штрафной. Нет, не обязательно Пыльниченко пришел здесь с левого фланга, да, с левого фланга пришел Бояринцев. Кто будет навешивать? Что-то стараться готовить. Что-то готовили. И на всякий случай Овчинников зовет Лебеденко, чтобы он стал вторым в стенку рядом с Ласьковым. Бояринцев пробегает. Лениченко нарешивает. Левого фланга. Ну, в общем. в предыдущем матче забил очень важный гол в игре с Сатурном. Спартак был 1-0, но это была блестящая комбинация, спартакская комбинация. Начал Ленчев и, кстати, голевой пас сделал тогда Подвиченко. По-моему, сейчас будет первое предупреждение сегодняшней матчей и получает один из двух грузинских футболистов в составе Локомотива, в данном случае Малхаз Асетяни. Ну, если Георгий Челидзе игрок в молодежной сборной Грузии, то Малхаз Асетяни один из основных игроков старшей взрослой команды, национальной команды Грузии. Вот первая желтая карточка. Пока о судействе Валентина Иванова. Пока, по-моему, все четко. Но не возникает таких, в общем-то, спорных ситуаций пока что. Пока что мы не видели ни одного такого спорного момента. Некорректная игра достаточно. По исключению травмы Измайлова, я, к сожалению, вы видели этот момент, как это случилось. Там не было что-то такого полно-жёсткого и на вот сюда. Георгий Ченко навешивает на дальний угол. Вышли. Там был Видич, да, по-моему, это и с ним поборолся Бикей. Помешал Бикей Видичу. Видич так и остался на половине поля Спартака. Вот сейчас получает мяч. После аута, который бросил Родригес, продолжает атаку. Родригес нет. Пашинин. Пашинин бьет сильно к центральной линии, но здесь головой сыграл Титов. Спартак контролирует мяч, теряет его и Асатиани. Асатиани пас от плова нет точно. Нет, нет продолжения. Очень мало адресов дает. Спартак все-таки побольше вариантов дает своему игроку, владеющему мячом, чем нежели локомотив. Вот опять сейчас Хаков поднимает голову и вариант только один. И открывание Чилидзе на спине видич опять не привело бы ни к чему. Нужно попробовать подергать нападающему своего защитника. Бояринц пришел на фланг Дустрову и сделал передачу. Потому что вот смотрите нападающий играет на одно движение. Он не показывает своему Хаву как он хочет принять мяч. Он не путает защитника, не делает сначала ложное движение, а основное потом. На одно движение, но это легко читаемо защитникам такого уровня, как Видичи Ирана. Иванов показывает, что не было нарушения со стороны Сенникова, что он не фарил против Быстрова. Быстров по обыкновению обращается к боковому арбитру, требуя справедливости. Лучше не надо. Родригес прошел Викея, идет прямо на Евсеева, отдает не точно ноги Белетинова. Большая скорость, не справился. Ну вот эпизод. Лебеденко рвется по центру. Играет Соском в одно касание. Забыли они на правом фланге Белетинова. Можно было туда перевести мяч. Это отсюда так хорошо нам видно, а там на скорости это все очень сложно. Да, ну-ка не на скорости совсем даже. Белетинов вошел в штрафную, но вот хорошо у него выбил из-под ног мяч. Хоч и аут. Ну что, неплохая атака сейчас скоростная. 5 в 5 бежали дружненько, но не хватило. Ну и опять же спартаковские защитники молодцы. Чего-то контролирует ситуацию. Видишь, снимает все вопросы вверху. Мяч кстати забил Павличенко один мяч из-за мячей у Спартака и Спартак выиграл 2-1 вчера. Павличенко отыграл весь матч там по-моему только в самом конце на 90-й минуте заменили. Бикей пятка играет Синникову, но в такое ютубное положение поставил Синникова между прочим. Первая ошибка относительная ошибка Видича и то в этой ситуации опыт страховал Йенчи. Старков и Штреков У Старкова более уверенные позиции. Ему был дан спартакским руководством карт-бланш еще в середине сезона и это выдерживается и конечно вот я думаю что это очень помогло и Старкову и Старкову вообще такая позиция руководства. Вот хорошая переводка Янагина Быстрова. Сейчас можно попробовать один в один Быстрова и попадает и на стяне. Сейчас бежал Титов забегал можно было попробовать или покатить Егору или пойти в штрафной в обвод. Но выбрал другое решение и в итоге момент упущен. Хороший момент. Сейчас высоко прыгнул Калиниченко выиграл борьбу головой сбрасывал Ковенаги. выход в атаку Локомотива. Белядинов слева от него Хохлов Белядинов завелся под кат Видичи и все и Титов уже играет на Ковача Ковач перебрасывает мяч Родригесу и Родригес сейчас наверное или сам пойдет или Бояринцеву да отдал Бояринцеву получил мяч от Бояринцева Ковенаги при том что он сейчас неплохо начинал предыдущую атаку но пока что выпадает Хорошая передача Здорово Быстро Асатьяне прыгает и Евсеев опытный Евсеев в грудь скидывает мяч от Чинникова Николай Ковенаги пока не очень так он выпадает активный Бояринцев у Спартака идет в атаку но вот как-то Вы знаете желание огромное желание есть но вся игра которая сейчас у Спартака она подчинена скорее ему надо больше играть для своих полузащитников очень атакующих и пробовать создавать для них моменты то есть цепляться за мяч сбрасываться под удар тогда он будет приносить больше пользы для команды Ну а как я же говорил что Спартакское руководство во всех интервью говорит что мы под Ковенаги будем строить игру наоборот в следующем сезоне как они будут что? Для меня это загадка и трудно строить под одного игрока игру если это не Рональдини с Ковенаги очень большие надежды связывали в общем так но пока что атака локомотива точнее угловой удар срезка а получилось все хорошо для Спартака Титов идет двое на двое двое на двое пока немножко кустов завозился Ковач а слева вот он вот он Ковенаги должна быть дальняя штанга но уже успели вернуться все момент ушел да еще и рикошет зачем-то переложил под правую ногу Ковенаги и проиграл секунду и чистую передачу не смог дать там был рикошет от ноги защитника он проиграл секунду и все перестроились защитники и момент ушел хотел улучшить ситуацию для команды не надо вообще быстро в споре да? хотел улучшить Ковенаги ситуацию для команды а может быть нужно было как-то в данном случае пренебречь интересами да? команда самому сыграть и это было бы интерес команды пробить можно было бить с такой позиции спасибо да вот сейчас желтая карточка Быстрова ну в общем игровой такой момент ну на усмотрение судей сравнялись по предупреждениям Асатиани получил желтую карточку у Локомотива незадолго до этого и вот сейчас Владимир Быстров у Спартака Ковенаги все чаще отходит назад в поисках мячах обычная вещь когда мячи до нападающего центрального не доходят неплохие действия были сейчас нападающего зацепился за мяч сбросил своему оставил мяч в середине своей команды поле первой тайм первой тайм все всего одну минуту добавил Валентин Иванов и уходим на перерыв счета нет 0-0 первый канал продолжает прямую трансляцию с московского стадиона Локомотив в матче Локомотив Спартак счет пока не открыт это игра за серебряные медали чемпионата России и за путевку в Лигу чемпионов вы смотрите моменты первого тайма вот один из самых опасных Бояринцев отбил Пашинина пробил но фигура Астетяни возникла на пути мяча пока вы смотрите вот эти эпизоды скажу вам что первый канал спортивный в спортивной трансляции первого канала не только футбол и завтра 20 воскресенья профессиональный бокс Копкинс Тейлор это второй средний вес видите как сейчас Ковалевский выручает свою команду вот еще один момент кто-то подумал что может было нарушение со стороны Ковача нет здесь все было сделано четко хотя момент у Чилидзе был у нападающего локомотива и вот еще один эпизод удар Бояринцева мимо команда выходит на поле еще один анонс другой боксерский поединок уже 27 ноября это следующее воскресенье здесь уже тяжелый вес и встречается наш Олег Маскаев и Синан Самил сам из Турции как турки могут биться мы знаем мы это видели в недавнем футбольном матче Турция-Швейцария точнее да Турция-Швейцария и как они могут биться и на арене и вне ее и это очень интересный поединок для Олега Маскаева потому что это бой за выход в финал на матч с самим Хасимом Рахманом тяжелый вес это 27-го вот ну а вот тем временем команды появились на поле внимание видишь был на ваших экранах я напомню что мы комментируем этот матч с Николаем Писаревым Николай Писарев и Виктор Бусев ваши сегодняшние комментаторы Валентин Иванов 44-летний арбитр встречи пока судит безошибочно показал две желтые карточки одну футболисту локомотива Малхаза Сатяне вторую Спартаков Тубустрова причем Малхаза Сатяне был участником и того и того эпизода сначала Остяне свалил против Бояринцева а потом уже Быстров грубо скажу против самого Остяне помощники Иванова Тихон Калугин и Антон Аверьянов тоже из Москвы и 0-0 после первого тайма опасная игра в Икея пострадал Кальниченко Спартак пробьет штрафной пробежался вот я глазами сейчас по составам вроде замен нет ни в одной ни в другой команде поэтому скорее всего получили какие-то задания игроки что-то поменять и прежде всего скорее всего это касается игроков Локомотива потому что первый тайм прошел как мне кажется с преимуществом некоторым Спартака и установку Спартак пока выполняет счет его устраивает ход игры тоже но в первом тайме была сделана одна замена ее сделал тренер Локомотива Владимир Штреков вынужденная замена получил травму Марат Изманов вместо него вышел Игорь Лебеденко на поле вот пока все пока действительно больше замен нет сейчас ворота Спартака ворота бойца Ковалевский справа от нас с вами и за его воротами трибуна болельщиков Локомотива ворота Овчинникова слева от нас с вами и за ним полностью Спартаковская трибуна я подчеркнул что полностью потому что часть Локомотивской трибуны верхняя часть занята Спартаковцами Спартаковцам их больше и им отдали продали билеты на верхний ярус трибуны который принадлежит болельщикам Локомотива обычно сейчас вот такая легкая Италия началась на стадионе взрывы дым скоро нам Виктор с трудом будет видно поле вот какой момент не дотянулся мат Макс Калинченко Калинченко о котором и Старков и руководитель Спартака говорят что он останется в Спартаке на следующий сезон хотя разные слухи ходили но вроде бы говорят что мы гарантируем Калинченко будет в составе Спартака очень хороший футболист с нестандартным мышлением с хорошей техникой умный но никак не дает саму Максиму провести полноценно хороший сезон чтобы им не было травм и перепадов какие-то яркие выдают игры потом по каким-то причинам уходит в тень но сейчас мяч выйдет из игры и мы вас познакомим с составами команд или когда не будет опасной ситуации вот нам помогает Овчинников выбивает мяч в аут и так у Спартака ворота Ковалевский давайте просто позиции на поле справа у Спартакцев играет Яранок в центре в защите Видич и Йенчи и слева Родригес Ковач опорный полузащитник фланговый игрок полузащитник Быстров справа слева Бояринцев не достанет в середине поля Титов и Поляниченко единственный нападающий Ковенаги мы вот с Николаем Впереве тренер Александр Старков вы видите в своих экранах мы рассуждали о возможных заменах в составе Спартака скажем о том что может быть можно было вместо Ковенаги выпустить Михаила Пьяновича Вот такая эмблема фан-клуба Спартака видит забавная Эту замену я предвижу так же как и замену то есть выход на поле Оленичева скорее всего мы увидим этих игроков Ну Оленичев блестяще вышел на поле в предыдущем матче его даже сравнивали этот выход сравнивали с знаменитыми выходами на замену Черенкова в свое время Ну конечно Оленичев очень много значит для Спартака опыт спокойствие и рассудительность на поле передаются игрокам и в дуэте с Титовым это грозное оружие Ну а состав команды Штрехова мы вам напомним после того как пробьет штрафной Олениченко он навешивает на ворота все-таки дотягивается до мяча Евсеев Пашинин спасает от аута свою команду Родригес какая скорость феноменальная ну вот паз бояринцев не точно так спину Родригесу и уже Бикей здесь Ковалевский очень внимательно вошли сыграть но немножко подергался подергался Яранок но все закончилось хорошо для Спартака в итоге Евсеев будет сбрасывать довольно-таки странно конечно что не очень активен Евсеев для меня все-таки он играет против команды которые не играл и я предполагал что он будет очень активен Ласков бьет по ногам капитан Локомотива бьет по ногам отошедшего назад Ковенаги извиняется и штрафной удар в сторону Локомотива ну а расстановка Локомотива ворот Ховчинников справа играет Евсеев в защите в центре играют Пашинин и Ассетяни перед ними Бикей слева фланга Сенников в полу защите ну по флангам скажем так Лебеденко он вышел вместо Измайлова на правый фланг на замену слева Биль Лединов в центре Хохлов Ласьков но здесь правда все условно они меняются местами и единственный нападающий 19-летний Георгий Чилидзе который проводит второй матч с Таилой Локомотива вот сейчас он получает мяч выходит один на один какой шанс какой шанс великолепная передача Биль Лединова и какой шанс у Чилидзе он мог вообще вот этим сейчас точным ударом опровергнуть все что мы до сих пор о нем говорили все претензии закрыть к нему но и он сыграл не очень прямо скажем и Ковалевский здорово вышел сократил угол и отбил мяч ногой все правильно делал форвард ну тут не хватило может быть пол ноги пол ноги Ковалевский сократил расстояние сейчас посмотрим повтор а пока вот атака Спартака Титов сыграл очень неплохо сделал передачу направо справа правильно сколько раз Быстров на скорости вырабатывал Николай обратите внимание сейчас в общем Иванов может сказать что пожалел о Сытьяне но сначала посмотрим повтор вот ведь хорошо выскочил на ударную позицию Чилидзе просто молодец и но что можно было здесь делать попробовать подсечь еще мяч перебросить да и Чили в общем-то Иванов продолжаем уже разговор об ответной атаке Спартака в общем Иванов пожирел о Сытьяне хотя с другой стороны вот если быть уже до конца справедливым нарывался на этот фол Быстров он шел он шел на этот фол это типично его Иванов знает этого игрока и он знает что это типичное нарушение против Быстрова если всех удалять всех удалять так ну посмотрим Говенаги вспоминаем как он забил локомотиву в первом круге позиция была еще более сложная тогда здесь же Калиниченко если будет навес то нужно конечно разбежаться с Спартаковцем а не стоя ждать этот миг но скорее всего я думаю здесь будет удар разборки с участием Иванова на точке 11 метрой Калиниченко бьет снова мяч попадает в Сытьяне в который раз хорошо так без Спартака могла получиться сейчас контратака 3 в 1 после такого неудачного в общем дешевого совсем не тонко сыграл можно сказать даже очень толсто сыграл надежный рикошет какой-то просто бил на силу хорошо Титов Бояринцев все не нацелен на ворота больше всех уже продел удары Бояринцев все-таки он злоупотребляет но я не знаю вообще забить Арчинников всяко бывает в футболе но не знаю с одной стороны этот удар мог бы принести опасность и опять же только в случае рикошета какого-нибудь Спартак у нас кстати самая результативная команда 46 мячей забил в чемпионате но и пропустил немало пропустил немало у Локомотива очень хорошая статистика в графе поражения Локомотив проиграл всего два матча поражение от Рубина и от Торпеда но вот 13 ничьих 13 ничьих 9-0-0 и 4 со счетом 1-1 вот тренер Локомотива Штреков ну надо что-то думать и еще заканчивая со статистикой вот команда Штрекова если Спартак больше всех забил по 46 мячей то Локомотив меньше всех пропустил но вместе с ЦСКА по 17 мячей они пропустили то есть отговорящая статистика особенно к концу чемпионата она становится совсем отговорящей удар по ногам от Евсеева получает Пельниченко а сам Евсеев получает желтую карточку от Валентина Иванова все совершенно правильно сейчас страсти будут постепенно накаляться к финальному свистку и я думаю мы еще увидим карточку да мы отмечали что совсем не грубая игра была в первом тайме несмотря на траву Марата Измайлова а сейчас действительно страсти накаляются и ситуацию подогревают трибуны появились факелы появились так называемые фейера сейчас их пока не бросают на поле болельщиков предупреждали аргентинская стеночка не прошла с участием Родригеса и Калиноги закончится эта атака ну вот сейчас может быть о заменах у Спартака и Творцарь Зуев есть Пьянович есть Ковальчук есть Оленичев Парфенов Ковтон такие три мушкетера Павленко у Локомотива Братарь Поляков кроме того Круглов Бугаев Рокола Лебединко уже вышел вместо Измайлова есть еще Буренко и Чиркин Ковальков но это вот взаимозаменяемость нападающих полузащитников Локомотива правда сейчас Беллигинов оказался на своем месте подача направление Лебединко побор хорошего Локомотива Пикей не пошел Евсеев Лосков думал хорошо не поверил ну вот Ковенаги это конечно он сделал блестяще сделал блестяще но на самом деле это не дело центрального нападающего своей половине поля начинает вот и не хватило сейчас там его но он бы с удовольствием прокинул так мяч между ног он бежит опять отбирать да секундочку кто-то лежит лежит на половине поля Толениченко неужели травма это станет он держит за голову это ничего страшного просто болезнь я хочу сказать что конечно Ковенаги с удовольствием бы сделал вот такое что он сделал вот перед этим моментом давайте разберем этот момент так так Бикей 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 пока держится так в рамках правил в общем ой-ой-ой-ой ну куда он полез перепрыгивать и задел ногой Толениченко Иванов сейчас подошел пожалел полузащитника Спартака ну вот а я говорю о Ковенаге то что он сделал сейчас Лосковым на своей плейни-пуле он конечно с большим удовольствием сделал защитником локомотив в чужой штрафной но там мяч он просто не получает А там сложнее Виктор там очень много защитников и по ногам можно тоже получить и не просто все это сделать Кольниченко все нормально снова борьба с Бикей Бикей снова по голове теперь уже рукой бьет Кольниченко предупреждение ну как же Бикей и без предупреждения за много карточек но учитывая какой какого уровня матч и за что сейчас бьются команды этого следовало ожидать да ну вот карточки у локомотива Бикей Евсеев от Ситяня у Спартака Быстров кто может у Спартака с этой дистанции пробить Бояринцев не подходит значит Ковенаге Калинщенко ну Калинщенко забивал отсюда кофту на скамеечке запасных кстати вижу что сейчас у меча Титов а в стенке Ласьков и вспоминаю что мы капитанов не представили но по-моему это настолько очевидно что Титов из Спартака Ласьков локомотива что ошибки мы особо не допустили рядом с Титовом Калинщенко видно прямого удара не будет сброс на Витече ну тоже заготовка Тарасовская что-то отрабатывал да интересное Витеч переправил к Ковачу а Ковач дальше еще Яранаку вот такая атака в этом эпизоде была у Московского Спартака в основном состоящий из игроков обороны ну что ж уже приятно что есть в арсенале домашняя заготовка защитники идут вперед при том что напоминает Спартак устраивает ничья ничья в поле Спартака вот чилидзи представляешь что сейчас творится в душе молодого форума такой был момент такой шанс но этой игрой он закалится еще она не закончилась и может быть еще представится этот момент хотя конечно я представляю душу он сейчас переживает этот момент но я уверен будет еще и локомотива Спартака если чилидзи забил Николай сейчас у нас уже был на поле Гуренко закрытый локомотив и атаки в одну сторону это возможно видишь снова очень тонко видишь техничный уверенный в себе просто не перестаю расчет с этим находка для нашего чемпионата и для Спартака Пашинин играет направление Ласькова видите Ласьков не смог принять мяч сошлись два капитана Титов но в общем попоролся Титов надо бежать Игорь исправил можно сказать ошибку Ковенаги Титов отдает Бояринцеву это напрасно с места против двоих это мог делать только Фигу в лучший год но иногда излишняя самоуверенность такая у Бояринцева вот когда мы говорим о таких обводках когда дальних ударах такие бесперспективные когда на скорости это оправдано но с места идти против двоих это я говорю это очень очень маленькому кругу футболистов было под силу подача не дотянулся до мяча Ковенаги сложно было да Быстром быстренький вот один в один хотя страхует Осетяни сейчас пошел прошел мимо Сенникова Быстров и пошел по мне в ту сторону и он пошел куда-то не в ту сторону туда где был Сенников которого он уже обошел пошел в сторону от ворот выиграл полкорпуса и мог да и бить но во всяком случае не смещаться туда к угловому флангу но внимание и Бояринцев снова бьет но это имел право выцарапал сам мяч попробовал и себя наградил ничего нет никаких претензий со стороны партнеров он так видел болельщики такой вот мини-финал хотя финалы редко бывают красочными и голистыми но вот был последний финал Лиги Чемпионов помните такой фейерверк эмоций и какая интрига прекрасный футбол кстати о других матчах вы нас извините с Николаем что мы не сообщаем результаты с других арен ведь все матчи последнего тура начались в одно и то же время в два часа по Москве но просто уже практически все решено в чемпионате может быть какие-то изменения ну да в середине таблицы пятой позиции да Зенит или Москва там вот сохраняется интрига и при определенных условиях там клуб может занявший пятую в интертуру то играть да ну только это но конечно по интересу все это не сравнить с матчем Локомотив-Спартак поэтому естественно Первый канал выбрал именно эту игру для своей трансляции ну смотрите быстрого конечно скорость сумасшедшая ну Сенников у нас один из самых быстрых защитников хотя сейчас вот дело было не в скорости в этом единоборстве но против Сенникова сложно играть да но у защитников еще очень важен такой компонент как разворотливость то есть находясь спиной быстро развернуться и стартовать вот хорошая передача надо дальнюю дать Бояринцев убедил Быстров не успевал Быстров сейчас вот не успевал замокать дальнюю поэтому не было вариантов Ледниченко и он смотрел 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 пока не поскользнулся выбрал и выбрал ох какой навес удар гол гол и кто забивает этот мяч Николай его забивает Егор Егор Титов вот так смотрите что на стадионе происходит вот так ответ всем тем и я ставлю многоточие после этого Егор Титов второй мяч подряд он забил два мяча давно в самом начале чемпионата в матче с Рубином потом говорили что же Егор не тот Егор не забивает он забил важнейший гол Сатурну перед этим он забил сегодня это настоящий лидер это настоящий лидер здорово все здорово и передача Калиниченко тонкая я не болею за Спартак но я болею за Егора Титова как я болею не буду говорить за кого за некоторых сутболистов конкретно в составе московского локомотива но сейчас наши аплодисменты Егору посмотрите Калиниченко теперь великолепная выборная подача и не справились с ним защитники не справились бояринцев локомотива нам идти в оба можно выпускать второго да вот теперь уже не Гуренко в защиту а давайте смотрим итальянца Рополо но не будем не будем гадать теперь слово за Иштрековым посмотрите сейчас болельщики Спартака удушевленные погонят Спартак забивать и второй второй и третий мячи потому что кураж кураж почувствовать надо спартаковцы очень интересно что же сейчас локомотив сможет поменять как-то игру или уже смириться с тем что здесь в этом матче все решено не хотелось бы но потеряется интрига ну что идти ва-банк идти ва-банк и вот уже готовится замена да конечно это Франциско Рополо Франциско Рополо 31 номер у кромки поля сразу же отвечает Иштреков думаю что вместо ну да конечно и не только думаю вот цифры на табло у резервного судей это подтверждают уйдет в поле 55 номер Чилидзе и вместо него появится на газоне Рополо и составит пару Лебеденко в атаке здоровый Егор мы подтвердили все равно Коклов удержал мяч хорошо получил обратно пас от Ласькова врывался в штрафную Евсеев передача не прошла снова Ласькова Евсеев одно касание к 11 метровой отметке но здесь видич как всегда Викей сыграл не точно и снова Ковенаги здесь играет Титов сделал там что должен делать Ковенаги Николай по большому счету да ну Егор очень опытный тонкий футболист он почувствовал потрясающе он это почувствовал он это почувствовал был там где надо быть Вильщ снова опередил уже оптически уходящего с поля Челидзе и мы вспоминаем как все по-другому могло бы разворачиваться если бы тогда забил Челидзе но это все из серии если бы до кабы посмотрим Сенников длинная нога видича и пришел сюда помочь там Быстров да такая фигура немножко тонет в тумане сейчас дым рассеется и мы поймем Рополо на ваших экранах и он выходит на поле на 66 минуте напоминаем что вы смотрите прямую трансляцию первого канала в матче Локомотив Спартак на стадионе Локомотив счет открыт 1-0 и пока единственный мяч в этой игре забил Егор Титов ну что такой мощный нападающий сейчас скорее всего Локомотив предпримет попытку игры вот именно на него чтобы он зацепился за мяч что ему удавалось Челидзе в первом тайме вот сейчас Челидзе скинул мяч как ну праздник Рополо лучше на поле Рополо ну ничего так уверенно ступил в игру именно да согласен именно за счет мощи какой-то ну и опытник так Зенит Ростов Зенит Ростов 3-2 вот мне сообщают результат я так понимаю что счет матч закончен а естественно он не может быть закончен он правильно совершенно то же самое время что и у нас здесь на стрелине Локомотив итак Зенит Ростов Зенит выигрывает 3-2 и Сатурн против футбольного клуба Москва Сатурн выигрывает 1-0 пока что Зенит пятая строчка если по этому счету да да тогда Зенит выходит опережает Москву да у Зенита если не ошибаюсь да 46 очков 47 Москвы вот отжили спартаковские болельщики не видно чтобы локомотив что-то пытался приклинать Спартак контролирует ситуацию полностью вот ошибся сейчас простой ситуации тяжело конечно вписаться в такую игру выйти на замену команда проигрывает соперник контролирует ситуацию полностью посмотрим как будет складываться дальше интересно Николай вот мы сказали что вышел более мощный нападающий более опытный более опытный да Роупола старше Чилидзе на 3 года что касается мощи сейчас я продолжу эту мысль наш тезис наш сомнительный Чилидзе 184 сантиметра рост 83 килограмма вес Роупола 185 да на сантиметр повыше но на килограмм поменьше на 82 килограмма так что отсюда не все так хорошо видно я просто посмотрел я просто посмотрел хотя действительно такая впечатляющая какая-то более впечатляющая фигура ну я смотрел матчи до этого итальянца и видно что ему удается неплохо цепляться за мячи потому что он корпусом хорошо играет может оттеснить вот именно игра корпусом у него неплохо поставлен может просто действительно за счет навыков именно навыки игры в итальянском чемпионате где ценность форварда как раз заключается в том чтобы оттеснять корпусом защитников плотную оборонительную опеку кавинаги покидает поле получил небольшую травму но я думаю что он тут же так за кромкой поля останется или нет но вообще выйдет на поле а потом потом судя по всему будет заменен потому что Михаила Пьянович здорово Егор сейчас задал не глядя он почувствовал что там Максим вот Быстров сейчас просит но за счет него и Титов здорово здорово обыграл сейчас забегание увидит и боярица просит пас прострел Стенников отбивает и не доходит до Быстрова но хорошая атака на скорости да заиграл Спартак тем временем кавинаги разрешили выйти на поле но вот я думаю что все-таки его будет менять Михаила Пьянович значит кавинаги вышел уже ненадолго ну видите вот сейчас тоже не хватило там впереди нападающего не хватило такая хорошая атака на скорости и отсутствие нападающего в данном случае кавинаги вот смотрите опять контратака ну что так тут 4 в 2 было тяжеловато не поддержали ни бояринцев ни Быстров не поверили сейчас что кавинаги сможет обыграть ну какой хороший он это угловой да да был угловой совершенно четко как ревидентка бил на кого-то кричит Ковалевский но по-моему это не претензии к Иванову потому что он очевидно угловой это он защитником просто претензии к защитникам вот подача углового видите что в зонах держит фархатница не подходит не один в один при подаче углового а держит каждый свой зон ну и к тому же неудачная подача Ласькова Бояринцев выбил мяч головой в аут Пьяныч все активней разминается 28 номер ну что еще один серб одним сербом больше составе Спартака вот мы прогнозировали эту замену да остается чтобы наши прогнозы сбылись увидеть Оленичева на поле мы прогнозировали когда еще не знали что Спартак поведет со счетом 1-0 то есть сейчас можно было бы предположить что при определенных условиях вместо Ковенаги вышел бы скажем тот же Оленичев да и так немножко Спартак бы отошел в оборону тем больше Локомотив теперь два мяча уже нужно забивать потому что один-один железнодорожников не устраивает как мы вам сказали но по-моему все-таки Старков будет нападающим ну и если нападающим нападающим вторым-то он не будет Ковенаги пускать Пьяныч все это не имеет смысла Пашинин отбивает Коклов не дотягивается но наверное хорошо потому что мяч проскочил Клебеденко Коклов уходит на край Ковач падает ему в ноги Ропула отдает но вот Асатьяне тоже один из таких скрытых резервов и Штрекова пустить Асатьяне вперед мы знаем что Асатьяне может сыграть вот сейчас может быть опасно с мячом Белелединов здорово быстро конечно сыграл подкат чисто отобрал и сейчас неправильное открывание Ковенаги вот сейчас он был этим рывком заблуждение Быстрова нужно было попробовать передернуть защитника в данном случае на ложном рывке дать возможность Быстрову лучше распорядиться но ответ Локомотива Асатьяне действительно берет игру на себя и идет вперед пас мимо Ковача но там Видич и мяч Ковача отдает и назад Ковач и Видич в центре Спартака все контролирует и там без шансов сегодня безукоризненно безукоризненно но пока что подстраховывают кстати сам Родригес один раз очень неплохо подстраховал вот такая спорная фигура в составе Спартака его очень за многое можно отвалить но есть за что и поругать Родригеса вот какой удар слет и ждал он ждал что прокрутит мяч перед Лидинов был готов к этому удару хорошо корпус положился мяч лег на ногу но сблокировал защиту Ковенаги не смог проскочить Пашинина и вот Локомотив отвечает уже пас на левый фланг ну и Евсееву тоже нужно несмотря ни на что идти если так будут контролировать мяч команды то Пьяныч может и не выйти уже давно стоит у кромки так время тает время остается для Локомотива несется стремительно для Спартака медленно ползет что сейчас лидеры Локомотива что смогут сейчас противопоставить ну Спартак естественно вольно или невольно отходит сейчас назад потому что начинает свой прессинг такой нажим на ворота Локомотив ну и потом потому что Спартак устраивает не только такой результат а даже ничья за счетом 1-1 в общем все это заставляет конечно Спартак прижиматься своим воротом но при такой игре можно хорошо на контратаку сыграть но вот наконец Пьяныч замерз уже сегодня довольно морозно в Москве минусовая температура да нет еще до сих пор не может выйти не может в дуэли лидеров сегодня конечно Титов обыгрывает Ласькова назначена не только потому что забей но по многим другим компонентам игры сегодня нельзя было упрекнуть аргентинца он боролся и отходил на свою половину поля подката но лактив можно занести эту игру ну и сейчас старков у скамейки запасных его поблагодарил Клиниченко по левому флангу пришел сюда Беллидинов успел мяч отдать Бояринцеву Клиниченко смотрите как играет какая техника подача но все а нет положение вне игры Николай положение вне игры и Пьянович еще не видит этого он не видит поднятый флажок не видит поднятый флажок и вот только сейчас только сейчас хватает за голову этим мячом он мог решить все ну давайте посмотрим какая передача смотрим смотрим еще раз ну да да офсайд офсайд все четко никаких претензий к облике все равно как сыграл в этом эпизоде Клиниченко это маленький Олег Табаков болеет за Россию но красно-белый но красно-белый так как вы все увидите да украшение матча стал сейчас вот этот вот финт Клиниченко вот за это любят все футбол зажигалки все-таки полетели на поле вот зрителей просили предупреждали приостанавливает игру Валентин Иванов просит в первую очередь Ковалевский загасить одну из зажигалок который попал в его ворота но не любит вратари когда мячи влетают даже после свистка в их ворота что касается зажигалок может быть тоже не особо не особо ну что последний штурм локомотива 12 минут 13 что же еще может предпринять Штреков чтобы усилить атаку что-то летит с трибун это что-то поднимает Астяне бросает обратно Иванов предупреждает Астяне что не нужно так реагировать даже вот на выходке болельщиков и вот что-то такое сейчас собирается сделать Иванов может быть просит сделать объявление по стадиону для зрителей потому что да, так невозможно продолжать игру но понятно дым на трибунах даже дым на поле но когда летят уже какие-то предметы как говорят посторонние предметы хотя странно себе представить что какие-то непосторонние предметы могут лететь на поле дудочка какая-то дудочка подарок от болельщиков Главой Евсеев послал мяч в штрафную Беллидинов отдает Хохлову Астяне пришел в штрафную вот Беллидинов снова с мячом борется с Ковачем отдает назад Сенников хороший перевод на Ласькова но Быстров разрезил штановку Ласьков бросает на Астяне Астяне сыграл грудью и мяч забирает Ковалевский что же может вот сейчас предложить Лукомотив еще сейчас Спартак я уверен поймает на контратаке если Лукомотив пойдет вперед это то что нужно и на руку Спартаку Ну вот Николай учитывая нынешнее состояние Лукомотива учитывая то что ничья была бы в пользу Спартака можно сказать что для общего успеха вообще и для завоевания серебряных медалей путевки в Лигу Чемпионов сегодняшний Лукомотив должен был в этом матче прыгнуть выше собственной головы Ну вы знаете я не увидел во-первых за счет чего Лукомотив хотел обыграть сегодня Спартак ну и через вот большому счету вот этот Лукомотив скорее не достойный в Лиге Чемпионов и в общем-то хотя понятно что там будет играть уже другая команда если бы это произошло ну вот именно по сегодняшней игре Спартак заслуживает Лиге Чемпионов конечно интересно порассуждать на тему а если бы был Сычев но это такое дальнее рассуждение пусть слишком глубокое что было бы может быть тогда Лукомотив и не довел бы вообще ситуацию вот до этого матча и там уже не хочу сказать обеспечившие золотые медали но имел бы другое турнирное положение хотя не знаю может ли быть дело в одном или самболисте даже таком как Сычев вот еще один штрафной посмотрим какая на этот раз будет заготовка опять совещание легкое вокруг Титова чем сейчас удивят соперников отсюда можно и пробить ну Бояринцева у мяча не видно бьет Клиниченко конечно же но это так два человека которые в общем соперничают что касается штрафных ударов такие тренировки Бояринцева наверное поближе Бояринцева можно поближе да вот Спартак сделал одну замену Пьянович вышел вместо Кабинаги есть еще помимо вратаря Зуева Ковальчук Оленичев Парфенов Ковтон и Павленко ну вот может быть появление Оленичева или же Парфенова могло быть обратно дать почувствовать судя по игре мне кажется Локомотив уже смирился уже смирился с положением дел и по крайней мере я не вижу никаких попыток что-то поменять в игре но не знаю Ашинин все-таки успел выбить мяч из-под ногу Пьяновича и да уже последние 10 минут уже 9 минут до конца но может быть сколько-то будет прибавлено там были остановки 2 минуты да вот смотрите Николай ваш прогноз оправдывается Дмитрий Оленичев Дмитрий Оленичев Дмитрий Оленичев хорошо чувствует Старков игру Оленичев вышел очень хорошо в предыдущем матче правда накануне этого матча он отравился и были вопросы относительно его участия в матче в всяком случае с самого начала ну что Старков выпускает его на празднование ну хотя нет давайте не торопиться давайте подождем да уже получил мяч Оленичев такая пикировка с Евсеевым это очень смешно это друзья это очень смешно они давно знают друг друга поэтому ну что же пусть вот так закончится наш футбольный сезон в этом есть какой-то символ а кто это убежит там где-то он не видно сейчас посмотрим свело ногу лежит Родригес Климент Родригес и видимо сейчас тоже будет замена Старков что-то говорит Бояринцев который подбежал к своему тренеру ну все понятно если уходит Родригес перестановки понятно ну молодец Аргентинец выполнил большой объем работы и в общем тоже можно занести в актив эту игру знаете да я бы хвалил я бы в итоге при всех плюсах и минусах плюсы перевесили смотрите как встречает Оленичев Дмитрий Оленичев Бикей пас в направлении Лебеденко Лебеденко Рокулос скидывал мяч Бельединову и снова мяч возвращается на половину поля Блокомотива Пашинина отдает в руки Овчинникову Бикей Последняя игра и при этом Светом сумела вырвать победу на самом последнем этапе российского чемпионата это можно уметь столько поздравить остальные команды Зенит разочаровал хоть может и займет это самое пятое место но претендовал явно на лучшее Вы знаете город в котором одна команда как все любят в Питере Зенит конечно это не соответствует это не то место возможности Питерского клуба ну и плюс конечно в актив можно занести сезон Спартаку несомненно это поступательное движение нужно отметить всех и тех людей кто и начинал сезон в Спартаке и тот же первак Юрий Михайлович который потом сменил Шавлов это те приобретения которые были сделаны команда укрепилась основательно и заложила фундамент и на будущий год я надеюсь Опа Комотив атакует и бьет вы знаете не подробились ли мы бьет бьет Асатиани забивает мяч после рикошета пытается вырвать мяч у Ковалевски мы вы знаете мы так хотели чтобы все закончилось в этом чемпионате в этом сезоне дружелюбно так как обнимались Оленичев с Евсеевым но к сожалению видите совсем другая сцена но что Ковалевски стоило дать Асатиани забрать этот мяч отбезти его на центр поля но Ковалевски не в первом матче так себя ведет он не любит когда там распоряжаются с мячом в сетке и в оборот кто-то забирает уносит мяч несомненно Иванов добавит сейчас времени но для него сейчас очень неприятная ситуация это конечно рикошет этот он довольно-таки нелогичный гол да да забил да забил Асатиани который пошел вперед и вот может быть сейчас Штреков думает может быть и пораньше вы знаете вот ну давайте посмотрим эпизод бьет попадает в центре штрафной в кого-то а не в Менчин ну посмотрим сейчас сейчас вот смотрим так-так-так-так Видича 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 подает вот видите как все бывает Видича ну хотя может здесь ждет еще 5 минут очень напряженно вот эти удар да и рикошет конечно здесь спасти Ковалевский не мог мяч такой по дуге прилетел через его голову в бойцах Ковалевский да напряженные 5 минут и сейчас может быть и Штреков думает а не стоило ли сам в начало поставить Асатиани вот на эту позицию да защитников у него хватает в принципе у Штрекова но поставь Гуренко это уж я так рассуждаю Зая Штрекова поставь Гуренко а этого брось вперед он может с тебя не сыграть и вот сейчас доказывает это самое довольно-таки нелогично с этим конечно дали пробить с этим смарт-таковцы центральной зоны так желтую карточку вот кому-то дает желтую карточку обсуждение тут между Ивановым и Титовым кого-то предупредил Иванов но вот конечно очень сложно было так сказать кого точно в этой сутылке там было какое-то может быть это было взаимное предупреждение к сожалению сложно было разобраться вот мы смотрели повтор и как-то захлестнули нас эмоции главное что желтую карточку не получил кто-то у кого горчичник уже был то есть удалений нет сейчас интересно нас ожидает 5 минут титов и вот ответ смотрите смотрите что происходит футболограф который могут быть любые чудеса не мне вам Николай это рассказывать такого поворота сильно бьет Ковалевский вперед здесь Пьянович борется с Бикеем всем очень понравилось видимо как Видич отбрасывает мяч головой назад Пашинин Бикей отдает Евсееву Евсеев против него Оленичев Евсеев бьет в линию атаки спрыгает Рополо Лебеденко отдает назад Сенников угла штрафной подает но Видич мощный снимает я просто согласен вот сейчас на кураже локомотив уже и чуть-чуть спартаковцы конечно подрастерялись все правильно показывает Иванов борьба жесткая борьба но и вот сейчас уже Фалид это уже группа из стороны Беледина обровки Ковальчук спартаковцы Сергей Ковальчук может выйти на поле желтая карточка и желтую карточку у нас получил Рополо желтую карточку в том эпизоде активно разбирался с Ковалевски так что вот Рополо быстро меняет выходит Ковальчук молдавский легионер спартака это такая практическая замена на мой взгляд выиграть сбить темп выиграть минуту маленькая такая футбольная хитрость итак 27 номер Сергей Ковальчук молдавский полузащитник спартака выходит на поле и это уже третья замена последняя замена у Старкова повторяю быстрого заменил 27 номер Ковальчук и в атаке локомотив Лоськов но это слишком высоко для Ропола перетача никуда торопится хохлов последняя минута уже меньше 30 секунд до конца сейчас мы увидим сколько добавил вот показал количество добавленных минут с учетом этой разборки думаю минуты 3 если не 4 Би Кейс играл головой такое ощущение было что Ковальчук просто сейчас куда-то бьет подальше подальше в аут потому что локомотив всей команды идет вперед Айванов добавил 5 минут 5 минут 5 минут это это много это много это более чем достаточно и снова в атаке локомотив Старков у кромки поля и так же как и Штреков и Штреков гонит свою команду вперед Ласьков перевод на правый фланг здесь Евсеев и вот уже вся гвардия локомотива пошла вперед но Евсеев не точная передача в направлении а Сатьяня Ковач перехватывает оглядывается и идет к кромке поля и Оленичев поддерживает открывается Пьянович Оленичев это увидел простите не Пьянович Ковальчуку отдал мяч Ковальчуку и фол против Ковальчука все сейчас спокойно Спартак должен не спеша у Старков здесь едва ли не участвует в розыгрыше этого штрафного подозвал к себе Ковальчука что-то дал ему какие-то указания в свою очередь к Старкову подбежал резервный арбитр увел его вот в этот прямоугольник обозначенный для тренеров и будет подавать Ковальчук всего два человека и три защитника и на табло 1-1 62-я минута Титов 85-я минута Ассатиани 1-1 счет который устраивает Спартак который приносит Спартаку серебряные медали по-моему два года не завоевывал да медали вообще московский Спартак и приносит не только серебряные медали но и путевку в Лигу Чемпионов подходит к концу вторая добавлена минута из пяти Сенников идет вперед по левому флангу открывается Лебеденко Иропула Сенников бьет в ноги Ковачу исправляет свою ошибку Хохлов переправляет к 11 метров опять снимает головой Ковач Коклов дотянулся до мяча сохранил мяч в атаке Локомотива подает Лебеденко на месте Ковалевски Ропул уже готовился принять этот мяч после подачи своего партнера по атаке Ковалевский бьет на половину поля Овчинникова поборолся с Пашининым Пьянович но мяч от его головы отскочил за линию Бикей получает мяч от Овчинникова перевод направления стяни оправдан конечно такой вот навал туда на нападающих в расчете на сброс и на подбор вот то что будет сейчас сделать Пашини Коклов получается сбрасывает мяч снова бьет на последнем рубеже снял мяч с ноги головой здорово сыграл это Оленичев Ковач этот мяч не удержал Евсеев отдает Ласькову ждет передачи Коклов там в центре Беллидинов но прямо в линию атаки снова прыгает Видич опасный момент Асатиани навешивает Бояринцев рискованно пропускает мяч как рискованно пропускал мяч или он не видел что сзади Евсеев но такой риск на последних минутах может быть этим не доволен может быть этим доволен Старков что происходит 3.30 полторы минуты до конца этого матча золотого серебряного матча скажем так сейчас уже Ковалевский не протестует не видел бояринцев скорее всего не видел не слышал подсказки очень большой гул стоит здесь на стадионе сейчас Ковалевский уже не протестовал против того что мяч для пополнения удара от ворот установил Лебеденко и уже Овчинников сильно бьет не очень сильно и и вот Оленичев выигрывает борьбу войсковую верховую вот подбор вот сейчас может быть опасно Пьянович хорошо сыграл переиграл из Февсеева в этом эпизоде получает мяч оттеснил спиной Пашинин очень хорошо все сделал вот в двух случаях Пьянович сыграл просто Образцова отдал Оленичеву Оленичев Калиниченко Пьянович входит в штрафную положения в ней игры нет Юи поторопился если Пьянович сейчас упал было бы пенальти его хватал Пашинин руками последняя атака Локомотива отчаянная атака отчаянная атака Локомотив который так долго лидировал который уже почти держал в руках золотые медали сейчас отчаянно бьется за серебро ну и конечно нужно сказать хорошие слова мы критиковали Локомотив но вот смотрите Егор что делает да мы говорили мы критиковали Локомотив да Егор молодец но все этот штурм не помог Локомотиву ничья ничья которая для Спартака равна победе Спартак получает серебро и Николай Спартак возвращается в Европу поздравляем Спартак во втором местом 62 минута Егор Титов забивает как теперь выясняется серебряный гол для Спартака два мяча в двух последних матчах спартаковского капитана спартаковцы радуются так как когда-то они радовались золоту но ничего начинается становление команды я думаю что золото у Спартака еще впереди оно не за горами да Егор да Николай да я обращался и к Егору тоже вторыми для экрана но Титов 62 минута а Сатьяне на 85 его удар подарил Надежду Локомотиву решительный штурм железнодорожников не принес им успех обнимаются два вратаря ликуют Ковалевский у кого-то впереди еще в частности у Локомотива очень скоро матч Кубку Ифа но Спартак кстати мы тоже увидим относительно скоро дело в том что в феврале будут матчи на Кубок Первого канала это новый турнир матчи этого турнира пройдут в Тель-Авиве в Израиле с 5-го 8-го февраля и состав участников Спартак ЦСКА Динамо Киев Шахтер Донецк Александр Ледогостер наш корреспондент уже готов взять интервью кромки поля по-моему это рядом с ним Александр Старков да? два Александра пожалуйста да Виктор спасибо Александр Петрович Старков сегодня команда сыграла в ничью но победила оцените матч по горячим следам пожалуйста я думаю это была наша игра заслуженная победа и конечно ничья сегодня со знаком победы много нервов потеряли как вот игра развивалась первым, первой тайм и втором я думаю я думаю сейчас о наших болельщиков которым мы подарили большой праздник я рад и за себя и за команду и за них а вы можете сейчас вот так быстренько пробежаться по чемпионату вспомнить как Спартак начинал как в середине сезона сезон Спартака знаете сейчас только идет становление команды конечно мы что называется кувыркались но я очень рад что в концовке когда нужно было быть на ходу быть в порядке мы оказались в порядке и думаю заслуженно получили место в лиге чемпионов будем надеяться что Спартак там удачно выступит большое спасибо и поздравления от всех зрителей спасибо 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 спасибо